Вот оно долгожданное видео, как я строю дом с баней размерами 9х6 в одиночку. По многочисленным просьбам моего канала это видео наконец-то выйдет. Я сейчас покажу, как и из чего я строю, как бюджетно построить. Вот такую мечту практически бесплатно. Затраты у меня пока на этот, только вот на этот лес. Брус 150х100, его я купил. Так как это основание, сюда я хочу новый брус. Хотя у меня есть такой брус БУ. Он тоже подойдет, но у него будут другие цели. Сейчас я покажу обзор и буду рассказывать из чего и как я строю. Затрат почти на это не ушло. Как я сказал, только на брус, цемент, песок практически бесплатно. Кирпич, сваи тоже бесплатные. Все своими силами, своим трудом. Несущие стены в два слоя. Я сшил два бруса 150х100. Это у меня будут несущие стены. Позже я добавлю сюда еще для крепости. Сваи я делал на расстоянии полтора и метр. Друг от друга. Чтобы нагрузка распределялась равномерно и дом казался пушинкой для фундамента. Очень часто сделал сваи. Конкретно для себя. Смотрим. Здесь идет перепад высоты. Здесь низина. Пришлось углубляться, заливать, делать опалубку и на ней выставлять сваю. Туда идет возвышенность. Копал ямы под сваи. Примерно 40-30 см. Этого более чем достаточно. Здесь у нас глина. Грунт плотный. Подземных вот нету. Заливал в эту яму бетон. На бетон я клал изоляцию. Вот остались у меня куски. Сверху я выстраивал сваи из красного бушного кирпича. Где-то вот такие половинки, где-то целые. Ну, в общем, по технологии все связано. Так как кирпич старенький, чтобы он не обсыпался в дальнейшем, я его обмазал цементом. В дальнейшем я еще пройдусь гидроизоляцией. Чтобы было более надежно и долговечно. Здесь у меня вырод слив. Слив более двух метров глубиной. Копал я его давненько, весной. Сейчас август. Он уже немножко подвалился. Буду его копать еще глубже. Спросите, для чего такой глубокий слив под баню? Все просто. У меня будет не просто баня, а дом с баней. И там будет также и унитаз стоять, сантехника, раковина. Поэтому яму я продумал сразу заранее. Сейчас я пройдусь по планировке немножко. Где нету вот таких квадратиков, перекрестий, в этом месте у меня будет парная. Там я буду заливать плиту. Буду делать опалубку под плиту. Вот этот квадрат, это будет плита. Здесь будет парная. Буду делать опалубку, заливать плиту на воздухе, чтобы она лежала на сваях. Сильно армировать ее буду. Слив будет идти в ту яму. Вот в этом месте через стену будет у меня санузел. Далее через стену вот это будет комната, спальня. Сейчас пройду, покажу основную живую площадь. Все остальное вот это будет здоровый зал, скажем так, комната отдыха. не считая вот этого участка. Вот этот участок, вот здесь будет вход, это будет веранда. И вот до той несущей стены и будет веранда. Вот эта вот несущая стена, это все веранда. Вот здесь, где несущая стена кончается веранда, вот этот участок, это будет кухня с барной стойкой и будет идти сюда в основную живую площадь. То есть типа студии. Вот такая вот красота по планам в голове. Показывать весь процесс стройки, это только начало. Показал, как много свай можно сделать бесплатно в одиночку. Не заморачиваться, не покупать винтовые, также не покупать кирпич. Ну вот представьте, вот это все затраты только на цемент. Ну не считая леса, я про сваи сейчас рассказываю. Кому-то, может быть, придется докупить песок, но это все копейки. Так. Купил я еще сетку от грызунов, сейчас я ее покажу. Размер ячейки 6 на 6 миллиметров, никак не сфокусирую. Вот такая сетка используется еще для штукатурки, для девочных работ. Ее запросто можно стелить от грызунов. Она металлическая, 0,8 толщина. По идее, прокусить не должны, если, конечно, не бешеные мыши и крыши какие-то. Вот так я ее буду стелить в пролетах, подмазывать щели. Ноль не очень хорошо я вывел, поэтому щелки еще придется цементом подмазать. Также потом буду нижний слой доски черновой стелить, стелить пароизоляцию, укладывать стекловату, опять пароизоляцию, ветроизоляцию, все дела, и зашивать напольной доской. Сейчас я покажу свою напольную доску. Вот такая у меня напольная доска. Доставил ее бесплатно. Люди также делали ремонт, вскрывали полы. И я просто у них это договорился, забрал и вывез себе на дачу. Такой доски у меня несколько гор. не то, что кучу. Если кто думает, что это мусор или дрова, он ошибается. Смотрите сюда, какая новенькая дощечка. Сухая, новая доска. Вытащи гвозди, обработай ее и, пожалуйста, в путь. Этой доской я буду застевать весь пол. Все помещение, весь дом, кроме плиты, и кроме веранды будет застеваться утеплением. Веранда будет уличная, без всякого утепления. Она будет крытая, стекленная, но не утепленная. Вот еще там, видно, вдалеке гора у меня такой доски лежит. стены я буду возводить щитовые. Я буду сам делать щиты, собирать их, утеплять. Принцип получится как сэндвич-панель. Потом я их буду поднимать, фиксировать и также все рассказывать. То есть, постройка у меня, в принципе, задумана очень интересная и бюджетная. В то же время очень круто и теплая. Я собираюсь жить зимой здесь. Также буду показывать систему отопления, как топиться, как жить. Смотрите продолжение, будет интереснее. Будем показывать, будем рассказывать, будем считать затраты. До новых встреч, до нового видео.